В 145-м микрорайоне продолжается строительство новой школы. Уже завершено возведение каркасов зданий, проложены инженерные сети. В ближайшее время планируется подключение отопления, чтобы в зимний период строители могли заниматься внутренней отделкой помещений. Подробнее о ходе строительных работ расскажет Юлия Никифорова. Новая школа в 145-м микрорайоне построена по современному типовому проекту. Таких школ в Магнитке еще не было. Здание этого образовательного учреждения будет соответствовать всем действующим нормам и требованиям. Заказчиком строительных работ этого объекта является Магнитогорский инвестстрой, а генеральным подрядчиком – Трест Магнитострой. Вся школа будет белая, светлая, красивая школа. Внутри применяются довольно современные материалы, потолки в коридорах грильята. Такой, видели, очень красивый потолок, такой, как рейчка алюминиевая. В кабинетах Амстронг подвесные потолки, покраска. Это все соответствует нормам, потому что для учреждений с большим пребыванием людей, сейчас же пожарные нормы очень строгие, никаких горючих материалов быть не должно. То есть везде покраска. Школа состоит из нескольких блоков зданий, которые соединяются теплыми переходами. Начальные классы будут учиться в отдельном блоке со своими спортивным и танцевальным залами – библиотекой. Кабинеты для первоклашек по площади превышают 100 метров. Таково проектное решение. Это класс начальной школы. Он такой объемного помещения большого. Здесь будет расположена зона, где дети учатся. И разделен перегородкой специальной, сдвигающейся, и дальше там будут спать. Новая школа будет единственным образовательным учреждением в нашем городе, в котором предусмотрен так называемый форум – специально оборудованное пространство с высокими ступенями для отдыха и свободного времяпрепровождения учеников. Удивит и большой актовый зал здания. Он просто огромен. В школе два актовых зала и три спортивных. Помимо этого, новая школа – единственная в Магнитогорске, оборудованная лифтами. Сейчас у нас актуальна в России программа «Доступная среда» для лиц с ограниченными возможностями. И все эти решения воплощены в данной школе. Вот два лифта. Школа оборудованная двумя лифтами, грузоподъемностью 400 килограмм. Здесь еще будет доложена кладка, которая образует зону безопасности. На случай пожара люди с ограниченными возможностями могли укрыться до прибытия пожарных подразделений или ликвидации пожара. В рамках программы «Доступная среда» каждое крыльцо в школе оборудовано пандусами. В настоящее время строители занимаются внешней отделкой здания. К объекту уже подведены инженерные сети. После подключения отопления здесь будут проводиться внутренние отделочные работы. Мы закончили каркас здания, произвели. Сейчас ведем монтаж, заканчиваем наружных стеновых панелей и готовимся к отделке и подаче отопления. Напомним, согласно планам строителей, новая школа в 145 микрорайоне должна быть сдана в эксплуатацию к началу учебного года 2020.